Девушки отдыхают Я начал с серых тонов, так как посчитал, что они преобладают в изображении гор. Но одного серого оттенка мне явно будет недостаточно, поэтому я начал мутить свои цвета. У меня есть небольшой набор цветов, которые я комбинирую для получения эксклюзивного колорита. Главное это все тщательно перемешать, чтобы красочка ложилась равномерным слоем. Кажется, что разница между серыми тонами невелика. Это не так. Это будет хорошо заметно, когда я закрашу все нужные области. В этот раз я не использовал трафареты. Границы между цветами у меня отмечены обычным карандашом. Какие ты сделал? С помощью проектора. Нужное изображение транслируется на стену, и я тупо обвожу все детали. Единственное, что изображение не очень хорошо видно. На улице довольно светло, и в целом все равно все различимо. И вот у меня получается вот такая вот большая раскраска, которую я не торопясь закрашиваю. Да, это заняло у меня несколько дней, но в любом случае это сэкономило кучу времени по сравнению с тем, если бы я это все делал с помощью трафаретов. При подходящем наборе кистей и должной сноровке работа проходит довольно быстро. Также передо мной стоит задача. На одной из стен забацать логотип компании, да непростой. Он должен светиться в темноте. И это вполне реально. Мне понадобится светонакопительная краска. На следующий день я поехал на ВДНХ. Центр светящихся материалов. А нужно что-то предварительно подкрашивать? На белый фон, да, они хорошо смотрятся. На белый, так на белый. Кстати, я использую водоэмульсионку Тик Курила. Спешл интерьер. Хом и офис. Блядь, все закрепилось. Так себе. Один фиг в два слоя укладывать приходится, чтобы без пробелов. Вот, значит, белая основа, на которую я буду наносить светящуюся краску. Я не считал, но слой 4 точно нанес. Малярная лента позволяет мне добиться очень ровных краев. Ну вот, как-то так она выглядит в темноте. Вот эти три стены я завалил часов за 20 где-то. Но это еще не все. Четвертую я начал поздно ночи. Отчего проекция изображения стала ярче и четче. А работать с ней стало намного удобнее. К моменту, когда я закончил ее, офис уже начал функционировать. Также оформил колонну, геометрию и подобие градиента. Ну и вообще в целом допилил детализацию во всей композиции. Все. Я вижу в группе ваши работы, у кого-то это даже первые шаги. И меня это радует. Покидайте еще, пожалуйста. Будет охуенно. Блин, я плачу. Опять. Покидайте. Субтитры сделал DimaTorzok